Девушки отдыхают Авель, Каин, обнаружено три файла SCP-073, SCP-076, протокол происшествий с участием МОК Омега-7 Прочитай первый файл Будет сделано Объект номер SCP-073 Класс объекта Евклид Особые условия содержания SCP-073 следует содержать в двухкомнатной камере с неорганической обстановкой и санузлом Субъекту разрешено свободно перемещаться в пределах научного центра и питаться в общей столовой К SCP-073 должно быть прикреплено и не должно сниматься следящее устройство Субъекту запрещено контактировать с поверхностью и выходить за пределы научного центра Субъекту ни при каких обстоятельствах не разрешается контактировать с растительными SCP-073 По отношению к SCP-073 ни при каких обстоятельствах не должно применяться насилие В настоящий момент SCP-073 содержится в зоне 17 Хорошее место для него Может спокойно работать в архиве и помогать новичкам Сожители тоже чудесные Особенно Леора и Виктория Описание SCP-073 выглядит как загорелый мужчина арабского или ближневосточного типа внешности около 30 лет Рост 185 см, вес 75 кг, черноволосый, голубоглазый Руки, ноги, позвоночник и лопатки субъекта заменены на искусственные Происхождение и металл, из которого они изготовлены, неизвестны Субъект замечает это только тогда, когда на это указывают и утверждает, что не знает как, почему и когда эти замены были сделаны И что они были у него с тех пор, как он себя помнит Наши агенты в церкви разбитого бога по-прежнему ничего не выяснили по поводу данных протезов Связь Кайна более вероятна с Механом, нежели с Иеговой, и тем более 343-м Если SCP-073 не относится к христианству, то более вероятно, что он связан с исламизмом Вы наверняка знаете древнее предание про... Кабеле и хабеле... Да, я знаю... И сомневаюсь... Читай дальше... SCP-073, называющий себя Кайном, обычно вежлив и дружелюбен со всеми, кто говорит с ним, хотя его речь описывается как холодная и немного механическая Он очень услужлив и любит помогать персоналу в повседневных делах, какими бы они ни были Он очень подробно знает историю с древних времен и до наших дней И с легкостью говорит на распространенных мировых языках, включая мертвые Субъект обладает фотографической памятью, может запомнить слово в слово весь текст в словаре объемом 800 страниц, посмотрев его в течение полутора минут Во всех пройденных тестах на умственные способности он превысил средний порог Иногда мне кажется, что его память тоже часть наказания Он помнит разрушенные и построенные им цивилизации, помнит свои странствия, помнит земле Нот, помнит Еноха и названный в его честь город Но главное он помнит, как лишил жизни своего брата, как разбил ему голову камнем и совершил первое убийство Мы не знаем этого наверняка Нельзя обращаться к Библии за достоверной информацией С тем же успехом мы можем утверждать, что SCP-073 был сотрудником древнего предшественника фонда SCP Знаю, Граут, просто мысли вслух Продолжай Присутствие SCP-073 неблагоприятно для любого живого организма, произрастающего в почве И вызывает смерть у таких организмов в радиусе 20 метров от субъекта Все, что получено из произрастающих в почве живых организмов, например, дерево и бумага, мгновенно сгнивает и распродается при прикосновении с SCP-073 Этим эффектом также подвержено все выращиваемое гидропонно При применении насилия по отношению к SCP-073 Любое повреждение, нанесенное SCP-073, отражается на нападающем Тогда как SCP-073 внешне остается невредимым Это относится ко всем повреждениям, наносимым SCP-073 Попытки получить образцы ткани и крови тщетные После начала процедуры выполняющие ее сотрудники чувствовали на себе все, что применялось к SCP-073 И в конце концов получали образцы своих собственных тканей и крови Несмотря на то, что все действия были направлены исключительно на SCP-073 Непрямое повреждение через посредника также приводит к тому, что человек, совершающий действия, получает наносимые ранения Хотя на SCP-073 не сказываются нанесенные ему повреждения Он утверждает, что тем не менее чувствует боль И вежливо попросил исследователей воздержаться от слишком вредоносных действий по отношению к нему Дополнительное замечание SCP-073 был найден в полицейском отделении в Нью-Йорке в 20 веке Куда его забрали после того, как застали среди нескольких трупов бандитов, занимавшихся насильственными преступлениями SCP-073 сказал полицейским, что бандиты попытались над ним поиздеваться Но потом разозлились и попытались убить его, что привело к их собственной кончине SCP-073 был взят под стражу и считался неопознанным Так как полицейское отделение Нью-Йорка не смогло найти о нем никакой информации SCP-073 был замечен фондом во время обычной проверки неопознанных И впоследствии отпущен под опеку организации Приложение 073-1 Ввиду неуничтожимой природы SCP-073, его фотографической памяти и желания угодить Руководство фонда посчитало, что вся информация должна быть дублирована в памяти SCP-073 Что обеспечило бы ее сохранность в случае катастрофы Хотя это заявление вызвало неоднозначную реакцию SCP-073 согласился и поклялся хранить все в тайне Приложение 073-2 Когда информация, касающаяся SCP-076, была дана SCP-073 для дублирования Субъект продемонстрировал знание этой информации, но не пожелал ее дополнить Несмотря на его заявление о том, что он уже знает все о SCP-76 Затем он сказал, что для всех заинтересованных сторон было бы лучше, если бы он не встречался с SCP-076 Приложение 073-3 Экспертиза неопознанного металла на SCP-073 установила, что это бериллиевая бронза Металл задокументированный как используемый несколькими аномальными культурами и существами Достаточно Прочитай второй файл Принято Объект номер SCP-076 Класс объекта Кетер Особые условия содержания Участок содержания 25Б должен находиться на 200 метров ниже уровня моря Он должен быть высечен в магматической базальтовой породе в сейсмически стабильной зоне Доступ к камере должен осуществляться исключительно через вертикальную лифтовую шахту Разделенную на отсеки по 50 метров взрывостойкими заслонками из титана толщиной 20 сантиметров Во время простоя шахта лифта должна быть заполнена морской водой Участок содержания 25Б должен состоять из следующих компонентов Внешняя защита, предохраняющая зону от внешних угроз Штат укомплектован сотрудниками службы безопасности, обученными приемам ближнего боя и контрзахвата Административно-вспомогательная зона, в которой находятся вспомогательные учреждения и жилищные отсеки для сотрудников зоны Основная зона содержания, в которой находится куб с длиной ребра 7 метров, покрытый титановыми плитами толщиной 1,5 метра ОЗС спроектирована таким образом, чтобы ее можно было наполнять водой и осушать по мере необходимости И должна быть заполнена морской водой все время, пока не потребуется доступ к содержимому Смертельный коридор длиной 150 метров, являющийся единственным путем к ОЗС из АВЗ И включающий в себя водопровод, электропроводку, канализацию и вентиляционные шахты Стены и пол коридора должны быть укреплены аналогичным ОЗС методом С дополнительной электрошоковой сдерживающей системой охраны, способной обеспечить разряд напряжением в 20 кВт На охранном посту, расположенном у входа в смертельный коридор, должно находиться не менее трех вооруженных сотрудников службы безопасности Вооружение должно включать в себя по меньшей мере один зенитно-артиллерийский комплекс на станке с плексигласовым экраном Защищающим оператора от выброса гильз, помимо прочего оружия Коридор должен находиться в зоне прямой видимости В случае полной разгерметизации, весь персонал учреждения должен немедленно отправиться на ближайший охранный пост Где им будет выдано оружие и средства индивидуальной защиты Персонал должен оставаться в состоянии боевой готовности до тех пор, пока SCP-076-2 не будет нейтрализован Если с объявления полной разгерметизации проходит 90 минут В течение которых от сотрудников уровня доступа 4 и выше не поступает приказа об отмене боевой готовности Следует применить меры, предусмотренные на случай непредвиденных обстоятельств Все здание заполняется водой, а доступ к шахте отрезается по меньшей мере на 24 часа Прежде чем можно будет предпринять попытку возвращения зоны в прежнее состояние Эта вынужденная мера приведет к смерти всех сотрудников зоны Описание SCP-076 состоит из двух частей Каменного куба SCP-076-1 и гуманоида, находящегося внутри SCP-076-2 SCP-076-1 представляет собой каменный куб с длиной ребра 3 метра, состоящий из черной метаморфической яшмы Внешняя и внутренняя поверхности SCP-076-1 покрыты глубоко выгравированными узорами, не относящимися ни к одной известной цивилизации Радиоизотопный анализ показал, что возраст объекта достигает 10 тысяч лет В одной из граней куба находится дверь с замком шириной 0,5 метра, окруженным 20 меньшими замками, расположенными по кругу До сих пор не было найдено ни одного ключа, поэтому дверь невозможно отпереть, если она закрыта Внутренняя температура достигает минус 180 градусов по Цельсию В самом центре комнаты находится каменный гроб длиной 2,13 метра Прикрепленный к полу и обвитый цепями неизвестного происхождения и материала Которые в свою очередь прикреплены ко внутренним углам SCP-076-1 SCP-076-2 выглядит как худощавый человек с семитской внешностью возрастом около 30 лет Волосы черные, глаза серые, кожа смуглая, рост 1 метр 96 сантиметров, вес 81 килограмм 650 грамм Все его тело покрыто множественными татуировками, они изображают оккультные знаки и злобные демонические лица Объект, будучи заключен внутри SCP-076-1, находится в состоянии биологической смерти Тем не менее, время от времени SCP-076-2 просыпается, фактически оживая с активацией всех жизненных процессов, присущих живому человеку Затем объект пытается покинуть SCP-076-1 Если ему это удается, он впадает в транс и начинает искать людей, игнорируя прочих живых существ Войдя в контакт с живыми людьми, SCP-076-2 впадает в ярость и предпринимает попытку вступить в бой и убить каждого встречного На данный момент остановить его может только его собственная смерть Уничтожение SCP-076-2 можно назвать проблематичным, если принять во внимание его физические способности Объект обладает сверхчеловеческой силой и скоростью Он не является неуязвимым, однако продемонстрировал примечательное умение игнорировать боль и шок, продолжая наступать, несмотря на ранения, которые вывели бы из строя нормального человека Предшествующие столкновения показали, что SCP-076-2 проявил, в частности, следующие неординарные способности В течение 4 минут непрерывного штурма пробил стальную дверь толщиной 15 см Преодолел расстояние более чем в 64 метра за 3 секунды Оставался в живых несколько минут после многочисленных попаданий в голову пуль калибра 12,7 мм, несмотря на серьезное повреждение мозжечка Сбивал с траектории полета пули, выпущенные из пистолетов и штурмовых винтовок при помощи стального арматурного стержня Оставался живым, будучи лишенным кислорода в течение одного часа, прежде чем умереть от асфиксии Однако наиболее необычным свойством SCP-076-2 является способность материализовать клинковое оружие из ниоткуда Замедленный просмотр видеоматериалов показал, что обозначенные клинки появляются из миниатюрной пространственной трещины Описываемой как маленькая дыра в пространстве Неизвестно, куда ведет этот портал и каким образом SCP-076-2 создает эти трещины Судя по видеосъемке, эти клинки состоят из абсолютно неотражающего свет черного материала Черной пустоты в пространстве Несколько раз различными способами В частности, продолжительный обстрел из нескольких пулеметов крупного калибра Асфиксия Раздавливание лифтовым оборудованием весом в 13,6 метрических тонн Предназначенным для работы с SCP-076-1 Сожжение с использованием термитной гранаты TH-3 Помещенной прямо внутрь открытой грудной клетки SCP-076-2 Во время самой серьезной на сегодняшний момент разгерметизации Камера участка 25, в котором до этого содержался SCP-076 Была взорвана боеголовкой в качестве последней попытки задержать SCP-076-2 Когда он пытался бежать В результате участок и весь персонал были уничтожены SCP-076-1 уцелел После смерти останки SCP-076-2 быстро разлагаются, пока не обратятся в пыль Затем SCP-076-1 и гроб внутри него с силой захлопываются, а замок запирается После этого SCP-076-2 восстанавливается в гробу Процесс занимает от 6 часов до 25 лет Дополнение SCP-076 был найден английскими археологами в 19 веке в Монголии Все члены экспедиции впоследствии были убиты во время возвращения домой Одна из организаций, впоследствии вошедших в состав современных ГОК Забрала SCP-076 с перевозившего его корабля И выставила на обозрение во внутреннем святилище SCP-076 находился в хранилище несколько лет, пока SCP-076-2 не пришел в состояние активности и не избежал Неизвестно, что активировало SCP-076-2 На этом этапе были утеряны ключи от внешней оболочки Понадобилось 3 года, чтобы выследить SCP-076-2, после чего он был убит и вынужден восстанавливаться внутри SCP-076-1 Который к тому времени был конфискован и спрятан агентами фонда SCP Объект находился под постоянным наблюдением 3 года Его уничтожали всякий раз, когда он переходил в активное состояние Хотя изредка ему удавалось ненадолго сбежать из-за того, что фонд подвергался атакам других организаций После последнего инцидента на вооружение были приняты меры, разработанные на данный момент Хотя они регулярно модернизируются в соответствии с повышением технологических стандартов На следующем собрании совета следует вновь вынести на обсуждение вопрос о встрече SCP-073 и SCP-076-2 Возможно, это наконец решило бы нашу проблему Они бы подрались, помирились, расплакались и превратились в прах? Было бы замечательно, но, к сожалению, подобное стоит ожидать лишь в дешевых ситкомах Ты прав В реальности нужны умные люди с умными идеями Дороти Джан недавно предложила амнизировать объект Вероятность успеха данного проекта более высока А теперь прочитай последний файл Психологическая характеристика объекта SCP-076-2 SCP-076-2 либо обладает разумом, сильно отличающимся от нашего построению Либо совершенно безумен и не имеет даже намека на способность к сопереживанию и мышлению в нашем понимании Идеи секса, любви и равенства для SCP-076-2 совершенно чужды Или, по крайней мере, очень специфически им трактуются Также, хотя объект признался, что получает удовольствие от акта убийства и причинения моральной или физической боли Он не испытывает к этому влечения Коротко говоря, полный социопат Тесты SCP-076-2 на умственные способности не позволяют сделать окончательный вывод И до сих пор не было получено точного результата Это может быть следствием чужеродных мыслительных процессов объекта SCP-076-2, однако, показал, что отлично разбирается в человеческой анатомии Хотя и в чрезвычайно жестоком смысле Военные тактики открытого боя Металлургии И, что довольно странно В уходе за домашним скотом Объект знает несколько языков, включая английский Но наиболее примечательным является знание нескольких диалектов древнешумерского Который, видимо, является его любимым языком SCP-076-2 не испытывает к людям ничего, кроме презрения С одним исключением По-видимому, он глубоко уважает тех, чьи знания превышают его собственные Это стало ясно после того, как один из агентов Который долгое время занимался устранением SCP-076-2 Не появился, когда тот пытался бежать Объект выглядел огорченным и спрашивал нескольких сотрудников, где прячется агент Когда он, наконец, узнал о его судьбе Погиб во время воздушной атаки, предпринятой при захвате SCP-объекта SCP-076-2 прекратил буйствовать и позволил припроводить себя в камеру После этого с объектом была проведена беседа о его внезапной резкой смене поведения В ходе интервью было выяснено, что SCP-076-2 уважал погибшего агента как воина Который, цитата, хочет умереть в бою настолько близко к врагу, чтобы чувствовать его дыхание А не от каких-то несчастных случаев Это свидетельствует о возможном психологическом доступе к разуму SCP-076-2 и возможном механизме контроля Учитывая крупную утечку ресурсов, причиняемую SCP-076-2 во время попыток побега И принимая во внимание высказанное комиссией БОУ намерение использовать SCP-объекты в военно-технических целях Я рекомендую начать следовать этому плану как можно скорее SCP-076-2 согласился Предложение по проекту мобильная оперативная группа Омега-7, шкатулка Пандоры Указание назначения Поддержка SCP-076-2, Авель, в полевых условиях, в тактических ситуациях высокого риска Структура оперативной группы Авель, 10-20 полевых агентов, разделенные на 5 команд по 3-5 человек Члены группы выбираются из элитных полевых агентов Авелем лично В целях поддержания спокойных взаимоотношений между объектом и простыми людьми Протокол безопасности SCP-076-2, Авель, должен носить устройство, прикрепленное к его шее Которое, будучи приведено в действие или испорчено Немедленно взорвется, умерщвляя SCP-076-2 путем полного уничтожения спинного мозга Трахея и большинства кровеносных сосудов шеи Также к SCP-076-2 должно быть прикреплено следящее устройство Он должен воздерживаться от убийств до тех пор, пока не будет получен соответствующий приказ И будет стараться не наносить слишком много повреждений зданиям организации Вооружение и снаряжение Члены группы должны быть снабжены оружием и снаряжением в соответствии с уставом МОК Поскольку Авель не проявил склонности к использованию огнестрельного оружия Или, иначе говоря, не понял, как им пользоваться и зачем оно нужно Вместо этого он должен быть вооружен холодным оружием ближнего боя на его выбор Отчет доктора ПГ Проект Омега-7 В свете личного владения SCP-076-2 шумерским языком Ученые попросили его перевести некоторые документы Хотя поначалу он не проявил интереса Он все же перевел несколько документов, которые счел достойными своего внимания Большинство документов, избранных SCP-076-2 Описывали битвы и легендарных героев В частности, ему очень понравилось сказание о Гильгамеше Однако, один ученый показал ему символ SCP-073 Увидев его, SCP-076-2 впал в крайнюю ярость И убил нескольких ученых, прежде чем был активирован детонатор Когда он ожил, и его спросили об этом SCP-076-2 ответил агрессивно И расспросы по этой теме были немедленно прекращены Рекомендуется не помещать в зону внимания SCP-076-2 Ничего, что связано с SCP-073 И не допускать нахождения двоих SCP в одном помещении Приложение 076-07 Недавно SCP-105 была принята в мобильную оперативную группу Омега-7 Победив SCP-076-2 в состязании, заключавшемся в том, что противники должны были активировать несколько устройств Расположенных друг от друга и от начальной точки на расстоянии мили SCP-105 набрала значительно больше очков, чем SCP-076-2 Используя свои врожденные способности, чтобы получить преимущество SCP-076-2 признал свое поражение и позволил ей присоединиться к группе От кого? Доктор ПГ, проект Омега-7 Кому? Генерал Боу Комиссия Боу Тема? Проблемы Несмотря на все наши усилия, Авеля трудно контролировать Наши попытки занять его были более чем неудачными Проблема в том, что он идеальная машина для убийства И это все, чем он хочет заниматься Да, это то, чего мы от него хотели Но проблема в том, что мы не можем выключить его Я поручил ему почти все, что только было возможно А оставшиеся миссии не увлекают его Он начинает бросаться на других членов группы Скоро что-нибудь случится Это всего лишь вопрос времени Запрашиваю разрешение на закрытие проекта И временную нейтрализацию Авеля До тех пор, пока мы не найдем, чем ему заняться От кого? Генерал Боу Комиссия Боу Кому? Доктор ПГ Проект Омега-7 Тема? Ре Проблемы Ни в коем случае Нейтрализация Авеля в данный момент может привести к неприемлемой задержке Через пару недель у нас будет новая миссия От вас требуется только занять его чем-нибудь Отправьте его в отпуск, например От кого? Доктор ПГ Проект Омега-7 Кому? Всем сотрудникам Тема? Тревога Это автоматическая тревога SCP-076-2 отключил ошейник-детонатор и вышел из-под контроля Всем сотрудникам быть предельно осторожными Дальнейшее объявление по мере развития событий От кого? Автоматическая система защиты Участок содержания 25 Кому? Всем учреждениям Тема? Применение крайних мер Это автоматическое сообщение Ответа не требуется В участке содержания 25 была задействована ядерная боеголовка с 10-минутным обратным отчетом От кого? Совет О5 Кому? Всем учреждениям Тема? Применение крайних мер в участке содержания 25 Ответ Участок содержания 25 был разрушен в результате взрыва ядерной боеголовки Зонам 67 и 68 срочно задействовать протокол ФЕМА и обеспечить безопасность территории Официальная версия происшествия будет создана АЗИ Исправленная психологическая характеристика объекта SCP-076-2 SCP-076-2 не испытывает к людям ничего, кроме презрения и убивает их сразу, как только увидит Не следует предпринимать никаких попыток взаимодействия с объектом На этом все. Благодарю, что освежил мне память, Граут Могу я поинтересоваться, для чего вам это потребовалось, мисс? На данный момент нет. Ты свободен. Пока что Принято В таком случае, до скорой встречи